Итак, всем добрый день! Сегодня мы обсуждаем восьмую главу книжки Леона Хорстона «Метафизика и математика произвольных объектов». Глава называется «Генерические системы и математический структурализм». В самом начале Хорстон замечает, что его позицию можно было бы назвать генерическим структурализмом, но нет, ему не нравятся разные измы, и поэтому он хочет от этого дистанцироваться, поэтому названия в этой позиции как бы нет. Значит, что предполагается его позицией? Предполагается наивная метафизика, предполагается, что нет элиминации, референции и квантификации по математическим объектам. У него нет стремления доказать, что математические структуры на самом деле существуют. Это была бы фундаментальная метафизика. И он говорит о том, что у него не совсем структурализм получается, потому что согласно структуралистам, математика – это дисциплина, которая описывает структуры. А он говорит, что математика не только и не столько о структурах. Да, математика что-то говорит о структурах, но помимо этого математика описывает еще что-то другое. Далее его концепция предполагает вот это известное нам уже разделение на алгебраические и категорические дисциплины внутри математики Я напомню, что категорическими называются такие дисциплины, которые с точки зрения математического структурализма описывают какую-то одну уникальную структуру С другой стороны алгебраические обычно понимаются как такие дисциплины, которые описывают некоторое семейство структур Вот, значит, из этого у нас получается, что либо алгебрические дисциплины описывают некоторую структуру, но без объектов, как это говорит Хорсон, однако этот взгляд ему не нравится, и он здесь отсылает к работе Айзексона, согласно которому конкретные структуры тоже являются важными, когда мы говорим о каких-то алгебрических дисциплинах. Вот, либо же у нас получается, как я уже сказал, в духе Шапира алгебрические дисциплины описывают некоторые семейства структур, то есть не одну структуру, а несколько похожих. И вот это та точка зрения, которую, собственно, Хорсон и хочет отстаивать дальше. С его точки зрения это имеет место. Далее, он говорит, что в рамках его концепции математическая структура будет пониматься как генерическая система. Генерическая система представляет собой некоторый произвольный объект, который может быть в состоянии быть этой или той отдельной системой. Далее, такая интересная особенность концепции Хорстона, что генерические системы сами себя не реализуют, в отличие от структур в понимании Шапира. Ну, об этом будет подробнее дальше, потому что там несколько возражений к позиции Шапира связаны как раз с этой его особенностью. И, значит, Хорстон говорит, что в этом отношении, если продолжить сравнение с позицией Файна, Файн оказывается ближе к Дедекинду, потому что Дедекин, применяя абстракцию, также получал некоторую абстрактную математическую структуру, которая с точки зрения Дедекинда является такой, ну, самой, как бы, основной, самой правильной омега-последовательностью. Ну, Дедекинда это называют просто бесконечными системами. И, собственно, она является натуральными числами на самом деле. А вот все остальные – это, как бы, какие-то реализации ее. Вот. То есть она сама по себе, и вот эта вот абстрактная штука, которая получается путем Дедекиндовой абстракции, она сама является омега-последовательностью с точки зрения Дедекинда. И, в общем-то, Хорстон говорит, что Файн придерживается приблизительно такой же точки зрения. Далее. Математические структуры, когда мы их понимаем в духе Хорстона, то есть понимаем их как генерические системы, они содержат математические объекты. И математические объекты, содержащиеся в таких математических структурах, понимаются тоже как произвольные объекты. То есть генерическая система содержит в себе произвольные объекты, и вот тем самым она является математической структурой, а эти произвольные объекты – это математические объекты, собственно говоря. Далее Хорстон сразу же говорит о том, что это возражение по поводу структурализма Шапиру, где непонятно каким образом действовать со структурами, в которых возможны нетривиальные автоморфизмы. Далее Хорстон сразу же показывает, каким образом он будет решать это возражение, каким образом на него будет отвечать. Он заранее говорит, что в этом случае мы будем говорить о том, что математическая структура с нетривиальными автоморфизмами содержит второпорядковые произвольные объекты. Дальше об этом будет немножко подробнее. Да, у нас получается так, что математика описывает натуральные числа. Это вроде как естественное понимание того, что такое арифметика. И здесь есть несколько возможных вариаций или несколько возможных прочтений, если можно так выразиться. Арифметика описывает все конкретные натуральные числа. Арифметика описывает произвольные натуральные числа. И арифметика описывает и конкретные произвольные натуральные числа. Хорстон говорит, что вообще-то с интуитивной точки зрения вот эта последняя позиция, она кажется нам неверной. Однако он напоминает, что в его концепции конкретные числа понимаются как константные функции, которые во всех возможных ситуациях принимают одно и то же значение. То есть, по сути, являются тоже произвольными числами. Конкретные числа – это тоже произвольные числа с точки зрения Хорстона. Поскольку Хорстон придерживается наивной метафизики, он сохраняет метафизически серьезные, как он выражается, отношения к произвольным объектам. И из этого следует, что у нас будет серьезное отношение к произвольным числам. Мы будем их воспринимать всерьез. Однако, говорит Хорстон, здесь не надо полагаться на анализ обыденного языка, что характерно скорее для позиции Файна. Об этом тоже чуть подробнее будет дальше речь. И это он демонстрирует следующим образом. Он говорит, ну вот давайте посмотрим на гипотезу Гольдбаха вот в такой вот формулировке, которая у него идет под номером тезис 8.1. Возьмем любое четное натуральное число больше двойки. Оно представляет собой сумму двух простых чисел. Это прочтение в соответствии с тем, что Хорстон писал в предыдущей главе, где он более подробно останавливался на идеях Кита Файна, предполагает два прочтения. Это генерическое прочтение и классическое прочтение. С точки зрения генерического прочтения, здесь у нас имеется в виду конкретное четное натуральное число больше двойки, и, соответственно, оно будет представлять собой сумму двух конкретных простых чисел. С точки зрения классического прочтения, речь идет о некотором произвольном четном числе больше двойки, которое представляет собой сумму двух произвольных простых чисел. И, значит, Файн говорит, что здесь, конечно же, генерическое прочтение верно, потому что в явном виде этот тезис не содержит какой-то зависимости и непонятно, как вообще произвольно-четное натуральное число больше двойки должно быть связано с суммой двух произвольных простых чисел. Но, может быть, так окажется, что оно не является суммой на самом деле, потому что простые приняли какие-то такие значения, сумма которых не дает наше произвольно-четное натуральное число. Это, конечно же, будет у нас генерическое прочтение, конечно же, предполагает анализ данного тезиса в духе Фраги Рассела, то есть мы будем считать, что там у нас есть некоторая квантификация по конкретным объектам. И Хорстон говорит, что, в общем-то, этот анализ данного тезиса будет вполне правильным. То есть он с ним согласен, он придерживается такого прочтения, но, тем не менее, несмотря на то, что здесь у нас нет речи о произвольных объектах, нет речи о произвольных числах, это не снижает метафизической значимости той концепции, которую он пытается развивать. Дальше Хорстон сравнивает свои идеи с математическим структурализмом, с различными вариантами математического структурализма. Я напомню некоторые основные моменты и посмотрим, как они выглядят в рамках концепции Хорстона. С точки зрения неэлиминативного структурализма, структуры реализуются системами объектов. С точки зрения элиминативного структурализма никаких математических структур нет, а роль математических структур играют сами по себе конкретные системы. Разговор о математических структурах с точки зрения элиминативного структурализма – это просто более удобный способ говорить об изоморфных системах. Как одна из возможных разновидностей элиминативного структурализма – это концепции Патнема и Хеллмана, которые говорят о возможных системах, то есть о системах, которые не в нашем. Если вот такой не совсем корректный разговор принимать, не совсем корректный с точки зрения Хеллмана разговор о возможных мирах принимать, то эти системы существуют не в нашем возможном мире, а в каком-то другом. Вот поэтому они являются возможными. Здесь Хорстон отмечает, что вот значит генерическая система тоже что-то говорит о модальности. У нас есть модальность, которая Хорстон называется автооритическая модальность. Это возможность принять некоторое значение. Значит, генерическая система может быть в некотором состоянии. И Хорстон говорит, что это как бы принять какое-то состояние – это аналог реализации. Как говорят структуралисты, что структуры реализуются некоторыми системами. То есть когда генерическая система принимает какое-то состояние, она как бы реализуется в виде некоторой конкретной системы. Но, отмечает Хорстон, это вообще-то нереализм. Несмотря на то, что мы как бы ведем, казалось бы, какую-то антологически нагруженную речь о генерических системах, о состояниях, о конкретных системах, это нереализм. Это нереализм, по крайней мере, об объектах, потому что Хорстон говорит, посмотрите, здесь у нас есть модальность. И как бы мы от реализма относительно объектов избавляемся примерно тем же самым способом, каким это делают Паттнен и Хелман. Делают Паттнен и Хелман. То есть у нас получается так, что генерическая система реализуется как бы в каком-то другом возможном мире, не в нашем. В нашем таких объектов, которые являются непосредственно реализациями, как бы нет. Далее. Можно говорить следующее. Можно говорить, что структура, вот структура будет обозначаться жирными буквами. Структура S жирная находится в состоянии системы S. Но они, конечно же, не будут номерически кождественные. То есть это все-таки разные объекты, и Хорстон на это обращает внимание. Мы будем говорить тогда, что система S реализует эту самую структуру S жирная. Но, говорит Хорстон, не совсем понятно в отношении реализации, что же там является первичным. То ли у нас сначала есть некоторая абстрактная структура, и она в виде конкретных реализуется. Либо у нас есть множество конкретных структур, и мы говорим, что они реализуют некоторую абстрактную систему. То есть у нас эта абстрактная структура появляется уже после того, как появились вот эти вот системы. Речь о реализации в рамках структурализма с точки зрения Хорстона не ясна. Он говорит, что отношение реализации здесь является чем-то призрачным, но, тем не менее, с естественной точки зрения для него элиминативный структурализм является привлекательным. То есть когда нету на самом деле никаких структур, есть просто система. Правда, сразу же оговариваться Хорстон, это было бы, конечно, антиреалистской позицией, это была бы фундаментальная метафизика, мы бы здесь уже занялись какими-то вопросами существования, редукции и так далее. Все это как бы наивного метафизика не касается, и мы этим заниматься не будем. То есть как бы склонность принять элиминативный структурализм есть, и эта позиция, видимо, Хорстону кажется более привлекательной, чем неэлиминативный структурализм, но он не готов все равно занять именно вот эту вот точку зрения. Дальше, по поводу вот этих вот рассуждений элиминативных структуристов относительно модальности, Шапиро замечает, что вообще-то модальность ничего нам не добавляет. Она сводится к множеству, в конце концов. Стандартная семантика возможностей миров, это теоретика множественный подход, соответственно, вот у нас должно быть множество, и тогда мы будем говорить о модальности. Здесь, опять же, есть один нюанс, который необходимо отметить. Он заключается в том, что вообще-то Хелман говорит о том, что модальность в том понимании, в каком она его интересует, это некоторый примитив, и, соответственно, эта модальность не должна анализироваться в теоретике множественных терминах. Хелман с точки зрения Хорстона говорит о конкретной возможности, и это конкретная возможность. Я, правда, не понимаю, что значит конкретная возможность. Если посмотреть книжку Хелмана, то там он говорит о некотором аналоге метафизической возможности, хотя он не употребляет это таким образом. То есть для него важно, чтобы возможность вела себя примерно так же, как в S5, с некоторыми там ограничениями. Хорстон говорит, что Хелман понимает ее как конкретную возможность, и как конкретную возможность в смысле того, что это у нас некоторый гарант непустоты истинности математических утверждений. Если вспомнить, как Хелман предлагает анализировать все математические утверждения, то они должны переводиться на модально-структуралистский язык. Этот модально-структуралистский язык будет понимать любое утверждение математики как утверждение, содержащее импликацию. То есть если у нас выполняется, например, набор аксиом ДДКИНДПИАНО, то 2 плюс 2 равно 4. И мы ограничиваем квантеры в этом утверждении доменами тех объектов, которые у нас составляют систему конкретную. Там, не знаю, допустим, система составлена из столов. Мы, соответственно, квантификацию проводим только по столам. И мы должны перевести все термины в термины, обозначающие объекты из этого домена и операции арифметические перевести в операции над объектами этого домена. Плюс у нас есть еще, это у нас называется гипотетический компонент Хелмановской теории, и есть еще категорический компонент, который утверждает, что, возможно, существует некоторая система, реализующая второпорядковую арифметику ДДКИНДПИАНО, ну, в случае арифметики, например. И это как бы гарантирует непустоту. В противном случае, поскольку у нас, если бы не было этого категорического компонента, то импликация была бы, ну, по свойствам импликации у нас получилось так, что если не существует система, реализующая аксиомы ДДКИНДПИАНО, то тогда любое математическое утверждение будет истинным. Несмотря на то, истинно оно или ложным на самом деле, любой перевод на модальный структурный язык будет давать нам истину, потому что у нас интецидент ложен в импликации. Вот, то есть гарант непустоты требуется. И вот эта вот возможность, она является таким гарантом непустоты. Но по поводу Хелмановской теории высказаны, конечно же, интересные возражения, на которые Хелман попытался ответить. Правда, эти ответы, ну, такие спорные. Да, возражения, собственно, например, высказаны Чарльзом Парсонсом по поводу того, как может существовать даже возможная конкретная система, реализующая теорию множества. Где-то найти такое огромное количество объектов даже в каком-то другом возможном мире. Вот, что это за возможный мир такой может быть, да, который все объекты, реализующие теорию множество будут содержать. Вот. Другая точка зрения по поводу модальности может быть найдена в работах Филда. Филд понимает ее как логическую возможность в смысле непротиворечивости и когерентности математических историй. Филд является фикционаристом, он считает, что математика – это что-то типа художественного творчества, ну, какого-то творчества, что-то в виде, ну, работа математиков – это художественные произведения, которые говорят о каких-то вымышленных объектах, объектах, в общем, которые не отличаются там от Шерлока Холмса, доктора Ватсона, там, и всяких остальных таких вот объектов, они на самом деле не существуют, но математика должна сохранять вот некоторую непротиворечивость и когерентность, чтобы эти вот истории художественные, они, чтобы этот художественный вымысел, он как бы был каким-то последовательным. Но по этому поводу тоже есть определенного рода возражения, высказанные Шапиро и высказанные Парсонсом. Парсонс более подробно по поводу филда, филдовского понимания логической возможности высказывается Шапиро не так подробно. Значит, идея у них, собственно, такая, что, ну, логическая эта возможность, она вообще-то существованием определяется, то есть существованием модели, то есть нечто является логически возможным, если может существовать такая модель. Ну, то есть объекты должны в каком-то смысле существовать, иначе логической возможности речи быть не может вообще. Ну, и Парсонсон вообще тут идет еще дальше. Он говорит о том, что логическая возможность сводится к математической возможности. Математическая возможность, с его точки зрения, это модальность уиде генерис, то есть она ни к чему дальше не сводится. И она не совпадает с метафизической возможностью. Это какой-то отдельный вид модальности с точки зрения Чарльза Парсонса. Хорстон по поводу всего этого замечает, что в моей концепции тоже используется возможность, но эта возможность другая. Эта модальность для произвольных объектов совершенно отличается от конкретной возможности, от логической возможности, от метафизической возможности и так далее. Это авторитическая модальность, которая, в общем-то, откуда берется, говорит Хорстон, она вытекает из природы произвольных объектов. Потому что произвольный объект – это объект, который может получить что-то в качестве своего значения. И вот эта возможность получить что-то в качестве своего значения, как бы сущность произвольного объекта, и есть тот источник, из которого вырастает авторитическая модальность. Вот так вот Хорстон это все описывает. Далее он говорит по поводу математических объектов. По поводу элиминативного структурализма я уже частично сказал. С точки зрения элиминативных структуралистов математические структуры не существуют. Соответственно, если не существуют математические структуры, то и математических объектов нет, поскольку математика – это дисциплина, которая что-то о структурах говорит. Но структур нет, значит нет математических объектов. Есть только конкретные объекты, и мы можем говорить об изоморфных системах этих конкретных объектов. Вот, и тогда у нас получается так, что прямая референция в речи математиков, она сводится к некоторой имплицитной квантификации по фоновому домену. Где фоновый домен – это вот как раз некоторая система, которая, как мы считаем, реализует какой-то набор аксиом, например. Да, и вот элиминативные структуралисты здесь говорят, что мы могли бы термы понимать как выделенные переменные. Здесь Хорстон ссылается на Петтигрилл, которого он уже упоминал где-то в самом начале своей книжки. Там он приводил пример пропагандистского плаката Второй мировой войны «Томми нужны письма из дома». И вот этот «Томми» – это не какой-то конкретный человек, а это выделенная переменная. В смысле того, что в каждой отдельной ситуации «Томми» – это некоторое имя, которое обозначает какого-то человека. В одной семье «Томми» – это один человек, в другой семье «Томми» – это другой человек. Их, может быть, и не «Томми» на самом деле зовут. Но, в общем, в каждой семье понимают, что человеку из их семьи, который ушел воевать против, соответственно, Третьего Рейха, нужно написать письмо. Потому что человек грустит там, ну и не знаю, как подбодрить надо его и так далее. Вот. То есть, с точки зрения элиминативного структурализма, термины, которые употребляют математики – это такие выделенные переменные. И вот есть квантификация по фоновому домену. С точки зрения неэлиминативного структурализма, для нас важен натурализм в квайновском духе. То есть, мы должны обращать внимание на то, что же там на самом деле происходит в математике, да, как математики говорят, что они думают о том, что они говорят и так далее. И мы должны в соответствии с этим натурализмом понимать математические утверждения буквально. Вот если математик говорит, что 2 плюс 2 равно 4, ну, значит, есть такие объекты, как 2, есть такой объект 4, да, есть какие-то отношения между ними, там, операции, которые на этих объектах определены. Ну, то есть, вот мы должны буквально понимать математические утверждения. То есть, и логическая форма этих математических утверждений, она должна быть тоже той, которая, соответственно, в поверхностной грамматике. То есть, мы не должны говорить о том, что математики утверждают что-то и при этом не понимают, какова логическая форма, на самом деле, от тех утверждений, которые они делают. Да, вот, потому что с точки зрения иллюминативного структурализма получается, что вот когда математик говорит, что 2 плюс 2 равно 4, он на самом деле говорит не это. На самом деле он высказывает некоторую импликацию, которая предполагает, что если существует какая-то система объектов, реализующая аксиомы Дедекиндопиано, то тогда в этой системе объектов можно найти объект соответствующей двойки, соответствующей четверки, операции какой-то над этими объектами и так далее. То есть, как бы это вот уже не поверхностная грамматика, это результат какого-то анализа, какой-то глубинной структуры. Да, и математик, на самом деле, говоря 2 плюс 2 равно 4, не понимает, что же он на самом деле-то говорит. Да, вот, эллиминативные структуралисты, они предполагают, что они сейчас покажут нам, что же на самом деле говорит математик. Вот, и объяснят нам всем. Вот, ну, Хорстон, что по поводу всех вот этих вот идей замечает? Он говорит, что в математической практике имена произвольных сущностей используются. Мы уже много раз упоминали этот пример, что вот математик заходит в аудиторию и говорит, пусть х – это натуральное число. Вот такая-то произвольная сущность получилась у нас. Вот, но, говорит Хорстон, цель, которую он ставит перед собой – это не объяснение математического дискурса, не объяснение того, что же на самом деле высказывают математики, когда делают свои утверждения. Вот, эти вот утверждения, эти некоторые исходные данные, говорит Хорстон, это выражение того, как природа математических объектов представляет нам себя. Вот так вот это формулирует. И, ну, то есть мы не знаем, какова на самом деле природа математических объектов. Мы знаем просто, как они нам являются, а являются они нам вот через языковую форму тех выражений, которые используются, собственно, математиками. И, значит, по этому поводу Хорстон замечает, что вот такой вот наивный подход предполагает, наивный подход в духе наивной метафизики предполагает, что у нас будут математические структуры, они будут состоять из математических объектов, и мы будем просто строить какую-то метафизическую теорию о том, как они там устроены на самом деле. То есть мы как бы не пытаемся критиковать математику, мы не пытаемся найти какую-то глубинную структуру, и при этом мы не пытаемся даже буквально понимать математику. Мы берем утверждение математики как некоторые исходные данные, с которыми мы хотим поработать, чтобы построить наивную метафизику. По поводу всего этого у нас в рамках неэлиминативного структурализма, естественно, есть вот это возражение, которое мы уже обсуждали, возражение к неэлиминативному структурализму от перестановки. Его сформулировал Хелман, и это возражение говорит, что раз математическая структура реализует сама себя и сама является омега-последовательностью, значит, мы сейчас можем переставить какие-то математические объекты в рамках этой структуры, и у нас получится другая математическая структура, но и возникнет вопрос, почему именно вот эта математическая структура является предметом арифметики, например, а не та, которую мы получили после перестановки. На это возражение Хорстон отмечает следующим образом, он говорит, что полная генерическая структура натуральных чисел омега-последовательностью вообще говоря не является, а математическую структуру мы будем понимать как такую генерическую систему, да, соответственно, она сама себя не реализует, и проблемы, связанные с перестановкой у нас не возникают. Ну, он говорит, что да, тут можно справедливо возразить, вот я, дескать, использую теоретико-множественный подход для того, чтобы описать эту самую генерическую структуру натуральных чисел. В предыдущих главах мы видели, как у него и как у Файна задаются, допустим, кардинальные числа, в частности, единица, двойка у него была, задаются как порядковые типы, порядковый тип 2, к которому мы сегодня тоже будем возвращаться. Все это предполагает, что мы используем теоретико-множественный подход для описания вот этих вот генерических структур. Да, можно их описывать в рамках теоретико-множественного подхода другим способом, но это не означает, что мы описываем что-то другое, говорит Хорстон. Да, это вот, это просто разница описания. У нас получается так, что, ну вот мы построили некоторую теоретико-множественную модель, она будет репрезентировать какие-то генерические структуры, но вот эти вот репрезентации, да, и сама по себе эта модель, они не являются генерическими системами. Хорстон замечает, что ни один класс, ни одно множество, и ни одна множественность, множество не является структурой натуральных чисел. Мы множество используем просто для того, чтобы описать эту генерическую систему. Не обязательно использовать теоретико-множественный язык даже, мы могли бы использовать что-то другое, ну просто, как вот в предыдущих главах Хорстон замечает, собственно, теоретико-множественный подход, он является наиболее адекватным, наиболее мощным, простым и, не знаю, естественным. Вот, далее в математическом структурализме большую роль играет концепция неполноты позиций, то есть математических объектов, которые выражаются различными утверждениями о зависимости, и вот в частности Хорстон приводит цитату из Шапиру, согласно которой всякая позиция полностью характеризуется своими отношениями ко всем остальным позициям. Да, это он формулирует как тезис 8.2. Следующим образом, то есть есть позиция Х в некоторой системе С или структуре С, она совпадает с Х-штрих в структуре С-штрих, тогда и только тогда, когда существует изоморфизм Ф из С в С-штрих, такое, что Ф от Х равно У. Вот я не знаю, откуда У берется у Хорстона здесь, видимо, это просто опечатка, и, естественно, предположим, что здесь должен быть Х-штрих. Вот, но тем не менее, я на слайде привел так, как это в книжке у Хорстона, если хотите, можете проверить. Дальше опечаток уже нету, но тезис 8.2 не повторяется, там есть следствие из тезиса 8.2, и оно формулируется чуть по-другому. То есть я предполагаю, что Y здесь – это опечатка просто. Вот, ну, с точки зрения, значит, неэлиминативного структурализма, всякая структура реализует сама себя. Таким образом у нас появляется следствие 8.2, вот, о котором я уже упомянул. Оно говорит, что позиция Х в структуре С совпадает с позицией Y уже вот в структуре С со звездочкой тогда и только тогда, когда существует автоморфизм Ф из структуры С в С со звездочкой такой, что Ф от Х равно У. Соответственно, мы уже обсуждали нетривиальные автоморфизмы, в частности, нетривиальный автоморфизм на поле комплексных чисел. Значит, из существования нетривиальных автоморфизмов у нас в рамках неэлиминативного структурализма появляется, получается, что и минусы это одно и то же. Ну, и это обосновывается так, что позиция, позиции как объекта, да, вот у Шапира можно о позиции говорить как об объектах, а можно как о местах, которые занимают какие-то другие объекты. Вот, позиция, позиции как объекта, это та же самая позиция. Вот, соответственно, у нас и минусы неразличимы, поскольку они никакими алгебрическими свойствами не отличаются друг от друга. Почему возникают эти вот трудности? Можно было бы предположить, что эти трудности возникают, если математическая структура реализует сама себя. Но нет, говорит Хорст. Нет, та же самая проблема возникнет даже в случае, если математические структуры не будут сами себя реализовывать. Допустим, у нас есть некоторая структура С, это вот структура комплексных чисел. Она будет реализовываться в виде двух конкретных систем, С1 и С2. С1 у нас будет содержать позицию И1 и минус И1. С2 будет содержать позицию И2 и минус И2. У нас существуют изоморфизмы Ф и Ж, которые С1 отправляют в С2, такие, что Ф от И1 равно И2, и Ж от минус И1 будет равно тоже И2. Значит, у нас получается, что позиция И1 в системе С1 совпадает с позицией минус И1 в системе С1. Ну, а по транзитивности равенства у нас получается, что они еще и совпадают с позицией И2 в С2 и с позицией минус И2 в С2. Ну, то есть получается так, что всякий элемент И с индексом С, играющий роль И или минус И в некоторой системе С, определяет ту же позицию в структуре С, как в некотором абстрактном объекте, а именно И или минус И, но неизвестно, какую именно. Мы не можем различить их, отличить друг от друга. Вот, возможно, говорит Хорстен, проблема заключена в принципе абстракцией, то есть в тезисе 8.2. Да, вот этот тезис вот здесь, я здесь уже привел его с практой, то есть там Ф от Икс равно Икс штрих. Значит, что этот тезис нам дает? Он нам дает критерий тождества для позиций, и это, в общем, совпадает с подлежащими какими-то допущениями, из которых Шапиру, в частности, исходит. Шапиру несколько раз, так же, как и другой неэлиминативный структуралист, Майкл Резник, говорит, что он является последователем Клайна, и, соответственно, разумно допустить, что критерий тождества в духе Клайна понимается. Ну, то есть, с точки зрения Клайна, вот этот вот его знаменитый, это его знаменитый идиома, нет сущности без тождества, да, вы предполагаете, что если критерий тождества нет, то тогда, если ты о чем-то говоришь, ты не знаешь, о чем говоришь. У тебя нет критерия тождества, соответственно, непонятно, о чем идет речь. Вот, и такие объекты неясные, надо из онтологии просто изгнать. Но эта позиция не единственная, есть как бы ответы на нее, противоположные, в частности, Питер Строссен, говорит, что в нашу онтологию можно принимать и такие объекты, для которых критерий тождества, например, явно не сформулирован, или если он сформулирован даже каким-то образом, то он предполагает высокую степень произвольности. И, в частности, Питер Строссен говорит о том, что вот наша обыденная онтология, она содержит какие-то объекты, которые обладают такими характеристиками, в частности, облака. Мы же говорим об облаках, ну что значит критерий тождества для облака. С точки зрения обыденного подхода у нас как бы нет его. Ну или он какой-то очень странный и далеко не ко всем облакам применим. То есть критерий тождества не всегда является чем-то необходимым для того, чтобы объекты принять в нашу онтологию. Можно, по идее, согласиться с Квайном, и тогда у нас есть два пути для спасения неэлиминативного структурализма или, по крайней мере, работы с ним. Либо мы говорим, что такой критерий найти в принципе нельзя, и тогда у нас получается, что неэлиминативный структурализм ошибочно на эту точку зрения отстаивает Кернин, главный оппонент Шапиру в духе неразличимости позиций. Либо мы можем попытаться заменить тезис 8.2, и Хорсон говорит, что попытки заменить этот тезис можно найти у Линнобу и Петтигрю, и вот в свежей работе Шиммера и у Иглсворта. С другой стороны, мы можем пойти вслед за Питером Строссоном, мы можем отказаться от требования Квайна, и тогда мы имеем тоже два варианта развития дальнейшего. Мы можем говорить о том, что тождество является примитивом, то есть оно далее не анализируется, и мы не можем как-то вот сформулировать такой вот один такой вот тезис, такую позицию занимает Кетланд. Или, например, можно, как Шапиров в своих поздних работах, начиная с 2006, 2008 и дальше годов, говорить о том, что вообще-то мы отказываемся от характеризации позиций через отношения, исключительно через отношения, то есть мы все-таки начинаем предполагать, что какая-то внутренняя сущность у математических объектов имеется, и отказываемся от информативного критерия индивидуации позиций в структуре. То есть мы прям принимаем, что у нас что-то с этим какие-то сложности, но тем не менее структурализм все-таки можем, так или иначе, построить. Правда, по этому поводу, по отношению к Шапиру, высказаны дальнейшие возражения, согласно которым, ну, как бы, а смысл тогда вообще делать математический структурализм, если, как бы, основные тезисы математического структурализма настолько сильно ослабляются, или даже вообще от них происходит отказ, что, как бы, от структурализма это толком ничего не остается. Ну, Шапиру на это, как бы, внимания не обращает, и все равно продолжает говорить о том, что он математический структуралист, но уже в таком ослабленном виде. Сам по себе Хорстон согласен с позицией Строссона и согласен с Кетландом, то есть с идеей о том, что тождество можно понимать как примитив. Да, и Хорстон это говорит, что это проясняет так, что вот мы действительно не всегда знаем, о чем говорим, если, то есть, не всегда есть такое, что мы не знаем, о чем говорим, если у нас нет критерия Торжкиста. А если у нас критерий Торжкиста в явном виде не сформулирован, это еще не значит, что мы не понимаем, о чем идет речь. Вот, далее, наивный метафизик вообще должен страниться этих вот вопросов, говорит Хорстон, потому что критерии Торжкиста это вообще, говоря, часть онтологической редукции. Мы отношение Торжкиста между двумя какими-то объектами сводим к некоторому другому отношению между ними. Вот, это редукция, это часть фундаментальной метафизики, а как наивные метафизики мы этим заниматься не должны. Дальше, по поводу неполноты еще высказаны другие замечания, например, МакБрайт говорит о том, что вообще-то числа, например, должны иметь неструктурные свойства. Ну, например, числа являются абстрактными, а вот быть абстрактным – это неструктурные свойства. Кроме того, числа могут обладать контингентными свойствами, ну, типа там, быть любимым числом, там, Леона Хорстона, например, это контингентное свойство какое-то. Или свойствами счетности, да, То есть 8 является числом планет Солнечной системы в какой-то момент времени. Соответственно, число 8 обладает таким свойством быть числом планет Солнечной системы в момент времени t. Все эти свойства не являются структурными, они от отношения к другим числам не зависят. И Хорстон говорит, что это прекрасное возражение. И прекрасно оно в том числе и потому, что моя концепция, вообще-то говоря, все это позволяет. Это структуралисты математические не могут с этим справиться, а у меня-то все с этим нормально. Произвольные объекты могут обладать вполне себе абстрактными свойствами, вот этими быть абстрактными, а не действительно абстрактными объектами. Они могут обладать контингентными свойствами, они могут обладать свойствами счетности и так далее. То есть все здесь прекрасно. И возражение Макбрайда, оно скорее работает на пользу Хорстону и против неэлиминативных структуралистов. Далее Хорстон говорит, что ну вот помимо такого вот подхода в рамках структурализма, есть еще один подход, который явным образом связывает конкретные математические теории со структурой. Это подход Нодельмана и Зальты. Они предложили антерен структурализм, для которого не работает проблема перестановки. Ну то есть вот это возражение Хеллмана о том, что сейчас мы переставим какие-то объекты в структуре, получим новую структуру и тогда непонятно, почему мы первую структуру выбрали в качестве того, что описывается какой-то математической теорией, а не вторую, например. Вот. Значит, идея Нодельмана и Зальты опирается на два способа понимания предикации. Во-первых, это экземплификация, вполне себе нам известная, которую Хорстон демонстрирует вот этим вот примером. Это прямо из книжки «Путин. Президент России». Ну, если посмотреть на то, какие примеры еще по поводу Путина и России Хорстон приводит и в этой же книжке, и в некоторых других своих работах, то возникает какое-то, не знаю, предположение о том, что тут какое-то особое отношение ко всему этому у Хорстона имеется. Может быть, он мечтает о том, чтобы ему кто-нибудь футболку с Путиным подарил, и он будет в ней ходить лекции читать. Ну, это уже какие-то домыслы, конечно. Вот. Это один вид предикации. Второй вид предикации, о котором говорят Нодельмана и Зальта, это кодификация. Вот эта самая кодификация понимается следующим образом. В рамках кодификации у нас абстрактные объекты могут кодировать предикаты или группу предикатов. Ну, например, вот есть такой абстрактный объект «краснота». Он кодирует свойства «быть красным». Значит, и Нодельмана и Зальта говорят, что математические структуры у нас в некотором смысле естественным образом возникают из математических теорий. Теория – это набор каких-то пропозиций, которые из аксиом следуют. В рамках этой теории могут быть выведены. Далее у нас есть такая штука, как лямбда-абстракция. Мы можем применять лямбда-абстракцию по пропозициям и в итоге получать свойства. То есть у нас получается лямбда х, потом какая-то пропозиция, где х входит как свободная переменная. Соответственно, это будет некоторое свойство, которым обладают объекты, делающие данную пропозицию истиной. Вот. Таким образом у нас получается, что всякая математическая теория связана с набором свойств, которые из нее мы можем получить путем навешивания лямбда-абстракции на те пропозиции, которые из этой теории выводятся. И у нас получается, говорят Нодельмана и Зальта, существует некоторый уникальный объект, который вот эти все свойства берет вместе и кодирует их, подобно тому, как краснота кодирует свойства быть красным. Вот. То есть для каждой математической теории есть уникальный объект, который кодирует вот эти все свойства, полученные путем применения лямбда-абстракции ко всем пропозициям, выводимым в данной теории. И этот объект, собственно, математическая структура. Вот. В рамках этого подхода у нас получается, что... Все математические теории получают ровно один уникальный такой объект. То есть все математические теории описывают ровно один уникальный объект. Это даже алгебрические теории. То есть вот эта вот точка зрения, которую Нодельмана и Зальта предлагают, она, Хорстон говорит, что она вот моей концепции ближе, чем концепции Шапир. У Шапиро все-таки разница между категорическими и алгебрическими структурами, то есть дисциплинами важна. Вот. В рамках вот этого подхода Нодельмана и Зальты объекты будут тоже неполными. Они тоже обладают некоторой неполнотой. И причем неполнотой в нужном Хорстону смысле, как он говорит. Например, теория плотных линейных порядков. Она описывает некоторую абстрактную сущность, которая кодирует все свойства, но при этом она не кодирует ни свойства счетности, ни свойства несчетности. Почему? Потому что плотный линейный порядок может быть счетным, а может быть несчетным. Соответственно, вот эта вот одна большая сущность, которая все свойства кодирует, она эти вот свойства счетности, несчетности не кодирует. Математическая структура содержит математические объекты в рамках теории Нобельман и Зальта. Эти математические объекты соответствуют термам рассматриваемой теории, они являются абстрактными объектами. Эти объекты кодируют, поскольку они являются абстрактными объектами, они кодируют все приписываемые теории им свойства. В этом случае у нас получается так, что арифметика, например, это дисциплина или теория, которая описывает вполне себе знакомые нам объекты 0, 1, 2 и так далее. Есть еще вещественный анализ, то есть теория действительных чисел, там тоже описываются какие-то объекты, но и там тоже есть 0. И вот этот вот 0 вещественного анализа, это не тот же самый объект, что и 0 арифметики. Вот так вот у нас получается в рамках подхода Нобельман и Зальта. Это, кстати, очень интересное наблюдение, которое можно было бы в каком-то смысле развивать еще дальше. Когда я читал момент у Хорстона, мне показалось, что тут можно обратить внимание на некоторые метатеоретические свойства формализации, соответственно, элементарной арифметики и элементарного вещественного анализа. Ну вот, собственно, теоремы о неполноте, они, понятное дело, применимы к элементарной арифметике формализованной. То есть она у нас неполна. С другой стороны, вот когда рассматривают элементарный вещественный анализ, то, как формализована теория, он является полным. И очень часто возникает такой вопрос, а почему вот теория, которая описывает меньшее количество объектов, является неполной, а теория, которая описывает большее количество объектов, оказывается полной, да, вот какое-то несоответствие. Тем более, что мы обычно так вот, ну, такое, не то что мы, а вот есть такое распространенное мнение, что натуральные числа – это под множество действительных. Вот такие вот, это можно было бы, наверное, объяснить каким-то образом в рамках подхода Нодельман и Зальту, что это все-таки разные числа. Кроме того, есть еще интересные рассуждения, опять же, о теореме о неполноте и связанными всякими особенностями с ней, там, в частности, о диагонализации, у Виссера, по-моему, и у тех, кто занимается построением строго типизированных лямбдоисчислений, способных интерпретировать самих себя. Они обладают свойством строгой нормализации, то есть соответствующим логической системой непротиворечиво, но при этом они могут как бы сами себя описывать эти строго типизированные лямбдоисчисления. Но описывать, конечно, не в полной мере, там есть определенные ограничения, но тем не менее получается, что с какой-то логической, да, или, может быть, если брать шире математической точки зрения, у нас, конечно, есть вот эти результаты, ограничивающие в виде теоремы о неполноте, но с другой стороны, если мы как-то в духе инженерии какой-то к этому подходим, пытаемся построить язык программирования, обладающий определенными свойствами, то у нас вот эти вот ограничения не снимаются полностью, но они как-то становятся не такими важными, да. То есть мы можем каким-то образом их преодолевать в каком-то смысле до определенной степени. Все это, вероятно, говорит о том, что мы не понимаем, что такое автореференция до сих пор, но как бы то ни было, в общем, тут тоже интересные есть моменты, связанные с тем, что 0.1.2 арифметики – это не 0.1.2 вещественного анализа. Да, и вот у Виссера есть аргумент по поводу того, что когда мы диагонализацией занимаемся, вот то, что у нас по диагонали получается, это какое-то число, обладающее другим типом, не тем типом, который должен быть в нашем списке, это какой-то другой тип. И это позволяет нам работать с ограничивающими результатами и как-то вот их в каком-то смысле обходить. Ну, не полностью, конечно. При этом сохраняя не противоречивость. Вот, здесь надо опять сказать, что вот эта вот идея о том, что у нас есть разные 0.1.2 по арифметике – это одно, одни объекты в вещественном анализе – это совершенно другие объекты. Это будет ближе к Резнику, потому что у Резника как раз фигурирует такое утверждение о том, что бессмысленно говорить о тождестве позиций двух разных структур. С точки зрения Шапирова говорить можно, но все эти утверждения будут ложными просто. А с точки зрения Резника это в принципе невозможно, это бессмыслица какая-то. То есть мы даже на истинность и ложность не можем оценить. Вот. Далее. Объекты у нодельмана из альты определяются кластерами свойств, и поэтому у нас нет номерических различных объектов. Но есть строго неразличимые объекты. Вот. Но это говорит... Это говорит Хорстон, не соответствует математической практике, и в качестве примера он указывает теорию счетного, плотного линейного порядка бесконечных точек. Интуитивно мы считаем, что структура, которая описывается этой теорией, содержит счетное число нумерически различных объектов, которые неразличимы друг от друга. Но с точки зрения нодельмана из альты получается, что структура, описываемая этой теорией, вообще не содержит никаких объектов. Это замечание по поводу несодержания объектов мне, честно сказать, осталось непонятным. Я не могу здесь ничего прокомментировать. Далее. Хорстон отмечает, что вообще-то для объектов структуры имеется нечто большее, чем просто какие-то дискриминационные способности нашей наилучшей теории о структурах. В некотором смысле даже арифметика описывает структуру, содержащую много объектов, таких произвольных чисел, которые взаимно в высшей степени неотличимы друг от друга. Дальше идет сравнение с Файном. Дальше Хорстон сравнивает свою генерическую концепцию с тем, что можно было бы найти у Файна. Хотя Файн не формулирует так вот прям в открытую все особенности своей концепции, но тем не менее кое-что мы все-таки можем у него обнаружить и кое-что мы можем как бы домыслить и предположить. С точки зрения Файна между объектами есть зависимости. И вот зависимость является важной штукой для него. И собственно из-за зависимости между произвольными объектами или переменными объектами, как Файн в ранних работах пишет, были высказаны возражения к его позиции. С точки зрения Хорстона зависимость не является чем-то фундаментальным, хотя вот тут опять особенность, на которую я хочу обратить, вот в начале этой четвертой головы Хорстон, даже этого параграфа по поводу зависимости, Хорстон говорит, что зависимость не фундаментальная, а в конце он будет говорить, что он согласен с Файном, что она фундаментальная. Вот интересная такая вот особенность. Где-то Хорстон немножко тут запутался. Значит, зависимость с его точки зрения не является фундаментальной, фундаментальным является корреляция, и зависимость мы можем через к вариацию определить, говорит Хорстон. Значит, система переменных объектов у Файна не является произвольной системой, и она не фундаментальна, если мы понимаем ее в духе Хорстона. Система переменных объектов вида К, говорит Хорстон, это лишь под структура структуры произвольных объектов вида К. Вот когда мы в прошлый раз обсуждали порядковый тип 2 у Файна, то мы обращали внимание на две вот таких вот штучки, которые на рисунке 7.1 и 7.3 были у нас изображены. Вот они снова здесь на слайде. Значит, Файн говорит о том, что мы будем понимать порядковый тип 2, вот как некоторая произвольная П, которая там все возможные произвольные, все пары произвольных объектов пробегает, и, соответственно, первый элемент этой пары – это тоже произвольный объект, который пробегает по первым элементам таких пар, да, второй по вторым, соответственно. вот, и зависимость тут такая, что эти элементы пары, они зависят от самого произвольного объекта П, от самой пары. С другой стороны, когда это обсуждалось, Хорстон задавался вопросом, а может быть там отношения зависимости могут быть другие, вдруг там отношения со-зависимости есть между объектами и между парой самой. Файн, с точки зрения его критериев тождества, Файн предполагает, что это две разные системы, да, они разными отношениями зависимости характеризуются. Хорстон говорит, что между ними разницы вообще-то нет, и он использует здесь критерий тождества, который был в третьей главе, это критерий тождества назван 3.3, он формулируется вот таким образом, для всякого f, для всяких x и y, x равен y, тогда и только тогда, когда в любой возможной ситуации значение, принимаемое x, тождественное значение принимаемому y. Вот у меня одна лишняя открывающаяся квадратная скобка появилась. Вот, значит, Хорстон говорит, что между 7.1 и 7.3 разницы нет, и ее нет даже на предтеоретическом уровне, как он говорит. Файн рассматривает возражение вот произвольности в духе Хелмана, дает ответ на это возражение, а Хорстон говорит, что, ну, как бы, в моей концепции это возражение вообще невозможно, да, порядковый тип 2 у нас проще гораздо, чем у Файна. он отождествляется с прототипом, то, что Файн называет прототипом, то есть с генерической системой, которая может быть в состоянии любой упорядоченной пары. И этого вполне достаточно, чтобы возражение отвести. Дальше. Несмотря на то, что мы, это Хорстон признает, несмотря на то, что мы сторонники наивной метафизики, у нас все-таки вопросы редукции каким-то образом возникают. Да, и в частности, вот здесь вот возник вопрос, чей анализ лучше, то ли Хорстона, то ли Файна. И вот здесь вот Хорстон и говорит о том, о чем я сказал в самом начале. Он говорит, что он вообще-то с Файном согласен, что зависимость – это фундаментальное свойство произвольных объектов. Но у Хорстона зависимость оказывается супервентной по отношению к ковариации. Ковариация, соответственно, позволяет говорить о вероятностной зависимости. И там дальше будут примеры с кубиком, которые это, может быть, прояснят. Дальше Хорстон задается вопросом о том, чем его концепция относительно тождества еще отличается от позиции Файна. С точки зрения Файна, с точки зрения того критерия тождества, который использует Файн, для систем переменных объектов существует ровно одна генерическая мегапоследовательность. Хорстон говорит, что когда мы изнутри арифметики на это смотрим, когда мы арифметикой занимаемся, то да, у нас одна генерическая последовательность. Но когда мы занимаем более высокопорядковую точку зрения, то у нас получается, что много разных генерических омегапоследовательностей, которые каким-то образом друг с другом коррелируют. И это причем соответствует математической практике, говорит Хорстон и приводит пример 8.4. Он говорит, что пусть А это омегапоследовательность, и пусть Б это отличная от А омегапоследовательность. То есть в математической практике мы как бы имеем дело с многочисленными копиями одного и того же объекта, и эти копии друг от дружки отличаются. Каким-то образом. С точки зрения Хорстона, системы, которая находится в одном и том же состоянии во всякой ситуации, нумерически тождественная. Это он называет абсолютный критерий тождества для генерических систем. Однако этот критерий тождества, несмотря на то, что он такой абсолютный, мощный, что-то о нумерическом тождестве говорит, этот критерий тождества слабее, чем критерий тождества используемого файном. С точки зрения Хорстона может существовать много генерических омега-последовательностей. По-файну только одна может быть. Хорстон это демонстрирует еще следующим образом. Он говорит, что вот допустим есть некоторый кубик. Этот кубик нечестный и на нем чаще выпадают четыре. То есть мы можем говорить о некотором произвольном объекте, у которого состояние четыре чаще встречается. Ну и здесь говорит Хорстон, что ситуация выпадения четверки, вообще-то говоря, одна, просто у нее больший вес вероятности. Вот это вот то, как он поясняет свою идею о вероятности, которая сам ближе к началу звучала. И еще самореализация. Опять же повторюсь, что в рамках неэлиминативного структурализма структуры реализуются системой и они сами себя тоже реализуют. Хорстон в самом начале этой главы уже говорил о том, что быть в состоянии это своего рода экспликация отношения реализации. Неэлиминативный структурализм говорит, что предметом математики являются математические структуры. При этом Файн утверждает, что математическая структура это непеременный объект. И здесь ссылается на модели. Значит, подразумеваемая модель выполняет репрезентирующую роль. Она репрезентирует все другие модели. И кажется, что Файн, хотя он в явном виде это не проговаривает, то есть это какие-то, скорее всего, домыслы за него, домыслы Хорстона. Вот кажется, что Файн отождествляет подразумеваемую модель со структурой натуральных чисел, например. То есть у нас получается, здесь Хорстон ссылается на конкретное утверждение Файна. И Файн в одном месте прямо пишет, что подразумеваемая модель F есть порядковый тип омега. Вот, однако Хорстон признает, что это, конечно, скорее домыслы какие-то, и непонятно, что Файн тут имеет в виду. Вот. Здесь возможны... Следующее возражение, говорит Хорстон. Возможно перестановка в духе Хеллмана, которая уже много раз у нас сегодня возникала. То есть мы берем модель F со звездочкой, в которой у нас первый и второй элементы будут переставлены. Вот. Но Файн мог бы на это возражение ответить следующим образом. Он бы сказал, что F со звездочкой это не структура натуральных чисел, потому что тут число 0 это переменный объект, занимающий вторую позицию во всякой омега-последовательности. Это не соответствует тому, что у нас описывается арифметикой. Вот. А второе, подразумеваемая модель F не является переменным объектом. Следовательно, F не может быть реализацией, если реализация предполагает принятие значения. Потому что подразумеваемая модель, она уже как бы является в каком-то смысле реализацией чего-то. Но при этом она, ну то есть при этом мы пытаемся говорить что-то о переменных объектах, объектах, и она сама не является переменным объектом. Ну это тоже возражение какое-то, мне кажется, немного путанное, либо я его не понял просто. Вот. Ну возможно, возможно F предполагает, что эллиминативный структурализм с предпочитаемой, то есть подразумеваемой моделью какой-то, предпочитаемой системой, это правильная точка зрения. И тогда у нас получится, что математическая структура натуральных чисел не содержит математические объекты, в смысле каких-то определенных натуральных чисел. Вот. Ну это опять же интерпретация, и Хорстон в этом случае снова повторяет, что Fine в явном виде это не проговаривает, и непонятно, что Fine на самом деле там имеет в виду. То есть согласился бы он с такой оценкой или нет. Ну тем не менее, Хорстон заявляет, что у него, у его концепции есть определенные преимущества, его концепция более простая, она дальше прототипов не идет. То есть вот если Fine сначала прототипы строит, допустим, для порядкового типа, потом уже из этого прототипа получает, собственно, сами порядковые типы. То Хорстон говорит, что нам прототипов вполне себе достаточно, и мы прототипы можем считать структурами, тогда у нас проблемы с перестановкой не возникнут. Дальше. По поводу квантификации референции, это уже последний параграф данной главы. Fine в своих ранних работах рассматривает способы рассуждения, и поэтому он обращается к конечному числу произвольных объектов. Ну, в конце концов, в своих рассуждениях мы не можем оперировать бесконечным числом произвольных объектов. Мы не строим такие сложные рассуждения, нам вполне себе конечного числа достаточно, а может быть мы даже и не способны к оперированию бесконечным числом произвольных объектов в обычных рассуждениях. Вот. Тогда у нас получается, что с точки зрения Fine, с точки зрения его ранних работ, для каждого вида F есть независимый и уникальный произвольный объект. Ну, назовем его, например, объектом A. Вот. Тогда у нас получается так, что есть и другие произвольные объекты, но эти другие произвольные объекты, они будут зависеть от A. Да, потому что их описание будет содержать какое-то указание на A. Ну, например, мы говорим, что вот, допустим, X это натуральное число, а Y это 2X, например. Да, то есть вот у нас есть описание того, что же такое за произвольный объект Y, и в этом описании указано, что он определенным образом зависит от другого произвольного объекта от X. А X это независимый произвольный объект, который мы выбираем без оглядки на что бы то ни было. Вот. Ну, Хорстон по поводу этого замечает, что вообще-то неважно, каким образом произвольные объекты вводятся. Потому что с точки зрения концепции Хорстона имеются многочисленные произвольные объекты вида F, и все они даны сразу. То есть у него такой чисто классический, если подход к Y можно сравнить с каким-то конструктивизмом, то есть у нас эти произвольные объекты возникают, и потом возникают следующие, которые основываются на предыдущих, то у Хорстона все произвольные объекты сразу даны, и, в общем, ничего конструктивного тут не проглядывается. Вот. Но возникает вопрос. Вопрос. Каким образом мы вообще указываем на эти самые независимые объекты вида F? И эта проблема, Хорстон ее признает, это проблема для его концепции, но при этом не проблема для концепции FINE. С точки зрения FINE эта проблема просто не возникает. Ну вот, для Фреги, здесь Хорстон Фреги вспоминает, эта проблема была неразрешимой, то есть непонятно, в чем разница между X и Y, разница между ними не видна, они оба неясны. Референция неясная является, здесь неопределенная референция с точки зрения Фреги. Вот. Ну и в, как бы, рассуждениях о языке у нас имеет место следующий тезис. Факты о референции определяются фактами об употреблении языка. И поэтому у нас проблема очень серьезная. Ну, допустим, мы берем вот такое вот. Пусть Х – это произвольное число. А если у нас есть произвольное число А и Б, то как мы можем вообще убедиться, что Х указывает на А, а не на Б, например? Да, если А и Б – разные произвольные числа, то на что указывает Х? На А или на Б? Мы никак не можем этого определить. По этому поводу есть рассуждения Беконриджа и Магидора, согласно которым необходимо отказаться от этого тезиса. Но, да, это возможное решение, но этот тезис кажется правдоподобным, потому что действительно факты о референции, скорее всего, определяются фактами об употреблении языка. Еще один ответ на это возражение может быть дан через обращение к второпорядковому подходу. Мы будем говорить, что Х указывает на произвольный Ф. То есть такой, который выбирает либо А, либо Б. В одной ситуации этот произвольный объект принимает значение произвольного объекта А, во второй ситуации он принимает значение произвольного объекта Б. Вот, но такой подход, конечно, это надо признать, он не дает нам никаких возможностей для построения имен произвольных объектов. И, то есть здесь мы просто с переменными имеем дело. И у нас проблема та же самая переносится просто с первого порядка на второй. На втором порядке у нас тоже может быть несколько переменных произвольных объектов, и непонятно, соответственно, какой мы должны выбрать. Вот, ну тогда получается, значит, Х не именует какой-то независимый произвольный Ф. А можно ли их вообще именовать, возникает вопрос. Ну, потому что, и это очень серьезный вопрос, потому что если их нельзя именовать, то тогда и зависимые объекты нельзя никак поименовать, потому что они должны зависеть от независимых. Мы говорим о зависимых объектах, указывая на независимые объекты. Хорстон предлагает следующее. Он говорит, ну да, нельзя именовать произвольное число. Х – это некоторые переменные. Имплицитно она находится в области действия квантера общности. Допустим, вот есть такие выражения. Человек в Клэпхэмсом-омнибусе и Джейн-Долл. Что это за выражение? Файн бы сказал, что это имена. А Хорстон идет вслед за Петтигрию и говорит, что это выделенные переменные. Ну, сегодня я уже о выделенных переменах говорил. Согласно Петтигрию, эти выделенные переменные пробегают конкретные сущности. А Хорстон говорит, нет, давайте это немножко поменяем. У нас выделенные переменные будут пробегать произвольные сущности. И тогда вроде как надо что-нибудь решиться. То есть мы будем говорить о том, что у нас есть вот эти вот выделенные переменные, которые подобные именам функционируют, но на самом деле переменными являются. И они пробегают произвольные сущности. Тогда у нас вот это возражение от референции и квантификации будет по меньшей мере не таким опасным. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я попробую на них ответить. Спасибо, Лев. У меня вот такой вопрос возник. У Хорстона наивная метафизика является некоторой теорией? Или наивная метафизика – это нечто, что теорией не является? Дмитрий Владимирович, это хороший вопрос. Я, честно сказать, не знаю, как на него ответить. Это надо, наверное, у Хорстона спросить. Из того, что Хорстон написывает, можно попытаться вывести какое-то представление об этом. Но наивная метафизика, теория, я, честно сказать, не берусь даже судить. Будет это, или нет. Да, ну просто может оказаться так, что у Хорстона, допустим, одна наивная метафизика, а у Анкина, Дмитрия Владимировича, какая-то другая наивная метафизика и так далее. Хорошо бы, если бы наивная метафизика была все-таки теорией. Ну, в этом смысле, мне кажется, у Хорстона наивная метафизика не будет теорией. В смысле того, что, ну, замечательно, у Хорстона одна наивная метафизика, а у Дмитрия Владимировича другая наивная метафизика. Ничего плохого в этом нет с точки зрения наивной метафизики. Потому что наивная метафизика ничего не говорит о существовании, ничего не говорит о сводимости объектов друг к другу и так далее. Дмитрий Владимирович построил одну наивную метафизику, а горстон другую. Как между ними выбрать? Да никак, видимо, потому что о существовании речи не идет. То есть мы не можем сказать, что одна истинная, другая ложная. У них есть какие-то преимущества, теористические, может быть, и из них мы можем выбирать. А вот о быственности и ложности мы точно не можем говорить. Ну и еще один вопрос, он с этим, в общем-то, связан. С этим связан, когда мы используем понятие теории, мы все-таки, мне кажется, заранее себя ограничиваем, потому что теория – это всегда некоторая арифметика. И даже теория вещественных чисел – это некоторая арифметика. И то противопоставление, которое было между арифметикой и вещественными числами, оно как-то становится очень подозрительным. Насколько можно их противопоставить друг другу, если всякая теория – это некоторая арифметика. А что вы имеете в виду, называя всякую теорию арифметикой? Ну, если мы, допустим, будем делать какие-то иррациональные шаги в своих выводах, в своих импликациях, ну, то это будем уже не мы. Для людей, мне кажется, это недоступно. Поэтому даже теория вещественных чисел – она должна быть арифметикой. Ну, может, я что-то запутал, может быть, я что-то не понимаю, но как-то, мне кажется, это очень подозрительное противопоставление. Ну, я, честно говоря, не знаю, как ответить на этот вопрос и эти ресурсы. Ну, и еще тогда сразу третий вопрос. Вот когда мы берем какие-то упорядоченные множества и совершаем с ними какие-то преобразования, то почему мы должны акцентировать преобразования как перестановки? Могут быть добавления, исключения, какие-то еще. Вот хорошо это представлено у Нельсона Гудмана, мне кажется. У него там есть достаточно большой набор для создания миров в отношении действий с упорядоченными множествами. Вот, а почему только перестановки? Ну, о перестановках идет речь, потому что это конкретное возражение, высказанное против неэлиминативного структуризма Шапиро. Это возражение высказал Хелман. Вот он придумал такую идею, что не только у Шапиро структура сама себя реализует, то давайте мы сейчас что-нибудь там переставим, какой-то нетривиальный перестановку осуществим, тогда у нас получится другая структура. Но она тоже описывается, допустим, арифметикой. Как в Коории. Ну, почему мы говорим, что именно первую структуру описывает? Потому что у Шапиро арифметика описывает именно одну какую-то математическую структуру. А тут у нас вторая получилась, а почему не она? Да, ну, это, значит, непринципиально и на полноту никакой претензии, видимо, нет. Ладно, тогда понятно. Спасибо, Лев. Да, вот в чате Вика пишет, что ей кажется, что наивная метафизика – это скорее что-то вроде методологического подхода, а не теории. И Аня Моисеева тоже пишет, что ей кажется, что это не теория или теория в чисто инструментальном смысле, просто как способ навести порядок в нашей речи. Ну, тогда правила этого порядка будет столько, сколько будет наводящих порядок. Я имею в виду, что это можно сравнить с чем-то вроде формальных антологий, которые не претендуют на философскую корректность и ничего, особенно не говорят нам о мире, а просто, значит, берут язык, в котором, с помощью которого мы говорим о какой-то предметной области и наводят некоторую ревизию того, что у нас в этом языке есть, как мы этим пользуемся, и, ну, соответственно, какие между различными понятиями можно установить взаимосвязи, какие-то категории и так далее. Ну, вот я тут посмотрел в начале книжки, где Хорстон описывает наивную метафизику, он тут буквально пишет следующее, где он сравнивает ее с фундаментальным, он говорит, наивная метафизика есть метафизическое исследование того, как природа мира является нам. В наивной метафизике мы принимаем то, как вещи нам являются, буквально. И объектом наивной метафизики, объект наивной метафизики не находится на нашей стороне, это не описание нашего опыта реальности, это некоторое, или это не наше конструирование реальности, как в случае с феноменологией. Также это нельзя путать с исследованием нашей концепции реальности, как в случае дескриптивной метафизики Строссена. Ну, это, конечно, не отвечает на вопрос о том, теория это или нет, но мне кажется, что это в какой-то степени подкрепляет идею о том, что это методология. Да, вот дальше он тут говорит, что таким образом наивная метафизика это антискептическое, антикритическое занятие, если мы критическое понимаем в кантовском смысле. Вот так вот. Немножко странно звучит. Давайте мыслить антикритически. Просто одному может является Аллах, другому является Иисус Христос, третьему является Будда и так далее. Я думаю, что можно поставить вопрос так, а что является предметом наивной метафизики, если это и не реальность, и не язык, и не феномены, то что тогда? Ну, это не феномены как части какого-то опыта, но это, если брать это выражение, то каким образом природа, метафизическая природа вещей являет себя нам, ну, не знаю. И вот если посмотреть на то, как вот в этой главе сегодняшний Хорстин говорит о математической практике, там он говорит, что утверждение математиков это как бы вот исходные данные, которые мы берем и пытаемся использовать как начало для построения вот этого, ну, то есть как, не знаю, как начало для нашего наивного подхода. То есть вот в утверждениях математиков метафизическая природа математических объектов являет себя нам каким-то образом. И вот мы должны на это обратить внимание. Мне тоже показалось так, но вот исходя из того, что ты сейчас прочитал, там сказано, что наивную мониторфизику не стоит путать, в том числе и, как там было сказано, с концептуальной, или как-то, как еще раз, можешь поговорить, с чем ее нельзя путать? Вот сейчас, значит, ее нельзя путать с исследованием нашего опыта реальности или исследованием чувственных данных, или чего-то такого, с нашим конструированием реальности, если такое вообще есть, как в духе феноменологии, и с исследованием нашей концепции реальности, как в случае с Троцановской дескриптивной метафизики. Ага, то есть это не концепция, но все-таки это каким-то образом связано с языком. Я имею в виду предмет. Ну, по крайней мере, можно так сказать, мне кажется, можно сказать, что через язык метафизическая природа вещей являет себя нам. И мы, исследуя то, как она нам является, можем что-то понять об их метафизической природе. Возможно так. что они говорят? Ну, честно говоря, вот все, что делает Хорстен, оно ведь довольно далеко от того, как об этом говорят математики. Поэтому такое впечатление, что он не совсем честен в том, что он говорит, когда он говорит, что мы не будем заниматься никакой редукцией, не будем заниматься никаким объяснением, мы просто вот, значит, возьмем то, как говорят математики и наведем в этом некоторый порядок. То есть он довольно много привносит от себя, но, может быть, смысл в том, что он привносит это не как какую-то вот реалистическую или, наоборот, номиналистическую метафизику, а привносит это как чисто какие-то языковые конструкции, может быть, а может быть и нет, не знаю. Ну, вот я тоже не знаю, но, тем не менее, Хорстом в самом начале ссылается на коротенькую, кстати говоря, статью Файна, которая так называется «Наивная метафизика». Может быть, после этой книжки нам надо будет посмотреть и на эту статью тоже, для того, чтобы понять, что же такое наивная метафизика. Может быть, мы что-нибудь поймем. «Наивная метафизика». Ну что, какие-то еще может быть вопросы или комментарии? видимо, уже больше нет. Поэтому я предлагаю завершить на сегодня. Всем еще раз спасибо за внимание и вопросы, комментарии, рассуждения. Встретимся в следующий раз. Спасибо, Лев. Всем до свидания. До свидания. До свидания. Спасибо.